Роберт Вильсон В 17-м году участвовал в боях, отличился, награжден русским орденом Святого Георгия Третьей степени, первым сообщил о разгроме Наполеона. Однако это не помешало сэру Роберту Вильсону стать основателем английской и западной русофобии. Сразу по возвращению в Британию после войны он занялся антирусской кампанией, обвиняя русских в варварстве, уничтожении пленных, каннибализме. В 17-м году Вильсон выпустил антироссийский памфлет – описание военной и политической мощи России. Именно там впервые в публичном обороте появляется пресловутое завещание Петра I со складной картой, где наглядно показывается расширение российских границ под трем направлениям, подкрепленная картиной гонки российских вооружений. Восьмикратный рост русской армии. Россия использовала в своих целях события, от которых страдала Европа, взяв в свои руки скипетр всемирного господства. Англия посвятила все свои силы и ресурсы, чтобы устранить опасность одной доминирующей державы – Франции. Но Россия, воспользовавшись случаем, оказалась на такой высокой вершине, о которой французы могли только мечтать. Роберт Вильсон, 1817-й. «Человеческая трагедия заключается в том, что, несмотря на огромные жертвы, мы так и не обрели мира и безопасности, а напротив, находимся перед лицом еще более серьезной опасности, чем та, которую мы только что сумели ликвидировать». Уинстон Черчилль, 1948-й. Вот как точно в вильсоновской традиции изменилась лексика нашего ближайшего союзника, только что возлагавшего на Россию всю надежду на спасение Британии. Сталин – это Гитлер, который желает, чтобы плоды победы достались ему без всякой борьбы. Уинстон Черчилль, 1947-й. Официальная британская позиция по поводу деятельности Вильсона тогда была мягко-опортунистической. Не надо нагнетать страсти, разрушать союз. Но уже тогда идеи Вильсона обретают очень большую популярность среди британских интеллектуалов, либералов и прогрессивных журналистов.